Мужская половина крымско-татарского народа отказывается вступать в недавно созданный Ленуром Ислямовым карательный батальон. С таким результатом радикалы из Меджлиса мириться не хотят, теперь грозят семьям отказников страшной расправой. Обеспокоены этим жители Херсонской области просят помощи у комитета солдатских и крымско-татарских матерей в переселении на полуостров. Не так давно в социальных сетях появилось сообщение о том, что украинский активист Ленур Ислямов формирует так называемый добровольческий батальон для нападений на полуостров. На это сообщение российские власти отреагировали спокойно, однако информация не обошла стороной крымско-татарских матерей, чьи дети и семьи находятся за пределами полуострова. Мы матери против этого, мы за то, чтобы все наши дети были живы-здоровы. Мы обращаемся к матерям Херсонской Запорожской области. Не обращайте внимания на эту тройку, которые агитируют, которые заставляют, которые принудительно уже забирают в эти карательные отряды. Как уверяет глава комитета солдатских матерей Крыма в соседних с полуостровом регионах Украины, пособники Ленура Ислямова насильно вынуждают мужчин татарской национальности вступать в ряды псевдобатальона. На контакт с проукраинскими радикалами большинство из тамошних жителей идти не хотят, но взамен на отказ пособники беглого бизнесмена грозят их семьям страшной расправой. Они ходят по домам, заставляют, чтобы отдавали сыновей в эти отряды. Если не будут отдавать, то грозят, что дома будем жечь, вас будем убивать, а ваш женский персонал будем поступать так, как надо. В преддверии Международного женского дня крымско-татарские матери планируют организовать общественный форум против войны. Мероприятие пройдет под эгидой «Крымские мамы за сохранение мира в Крыму». Кроме всего прочего, на форуме будет поднят вопрос о переселении военнообязанных мужчин крымско-татарской национальности на полуостров.